В морском центре капитана Варухина начался 53-й учебный год. Он будет особенным. На базе центра реализуется проект национальной технологической инициативы «Россия. Страна мореходов XXI века». Для этого из федерального бюджета будет выделено более 200 миллионов рублей. Проект направлен на подготовку кадров для морской отрасли. То, что учебный год в центре начинается с середины осени, вовсе не означает, что его воспитанники постигают морскую науку в сжатом варианте. Наоборот, летняя практика у них заканчивается только в конце августа, и на отдых у ребят остается полтора месяца. Ежегодно здесь обучаются около 700 юных моряков. И такая методика образования, сложившаяся за 53 года, позволяет ребятам, выбравшим своей профессией флот, поступать в профильные колледжи и вузы. Сначала педагог читает нам лекции, потом он все объясняет на доске. Иногда на примерах даже у электромехаников есть стеллаж, и там различные электроприборы. И некоторые рабочие, и он показывает, как они работают. Это очень полезно. Там в электромеханиках очень много узнаешь из физики. Это очень помогает. В этом году учебный процесс в морском центре будет проходить немного в ином виде. Не отступая от обычной учебной программы, ребята будут осваивать морское дело также в рамках проекта «Россия – страна мореходов XXI века». Это одно из направлений национальной технологической инициативы. Основной задачей является воспитание нового поколения талантливых специалистов, готовых к работе в самых перспективных направлениях морской отрасли. Также к участию в проекте привлечены Академия Макарова и компания «Совкомфлот». На сегодняшний день флот очень высокотехнологичный. Суда новые, суда иностранные. Хотя компания наша строится все за границей. Техника очень суперсовременная на них. И человек туда должен уже приходить подготовленный. Ему некогда там учиться. Там авария стоит очень дорого. Тот запас времени на подготовку этого ребенка, пускай 4 года у нас, 5 там, 9, 10 лет, это еще суда будут ходить, на которых он будет знать. Он придет на этот мостик, он скажет, я каждую кнопку здесь знаю. Занятия по новой программе стартуют в ноябре. Воспитанники и преподаватели центра начнут перенимать знания сначала в дистанционной форме. Весной следующего года на базе Кюма появится учебный тренажер для отработки практических навыков. Новгородский морской центр выбран площадкой такого масштабного проекта не случайно. Здесь есть вся необходимая база. Учебная аудитория, ремонтные мастерские, собственный причал и самое главное – учебный флот. Основное преимущество, наверное, это сохранившийся учебно-вспомогательный флот. Это три судна и одно парусное судно. Сегодня мы побывали на теплоходе «Господин Великий Новгород». Отличный теплоход. Несмотря на то, что ему уже больше 50 лет, судно в прекрасном состоянии. Видно, что там созданы для прохождения практики все условия для ребят. Также в центре капитана Варухина к работе на современном флоте будут готовить не только новгородцев, но и детей из других регионов страны. Планируется, что за пять лет действия программы здесь обучатся около 7 тысяч юных моряков. Максим Широковский, Галуз Гивандян, Новости, Новгородское областное телевидение.